Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. Сегодня отмечается День судебного пристава. Впервые упоминания о них появились еще на Руси. При Александре II была проведена судебная реформа. Она дала возможность Институту судебных приставов прослужить без изменений до его ликвидации в 1917 году. И лишь спустя 80 лет были приняты законодательные акты, которые позволили возродить данную службу. А что нового и интересного в Десногорске узнаете прямо сейчас. Сегодня в выпуске смотрите. Очень много желающих военно-морской флот. У нас очень много ребят служило в городе Калининграде. Служить Родине это почетно. В военкомате отчитались, как проходит призывная кампания. Всем известно довольно-таки распространенное заболевание, с которым нужно бороться. Жители Рославля проверились на ВИЧ-инфекцию. Поживем, увидим. Я думаю, что жители сами оценят и поставят как это своим посещением. Нам оценку это будет видно. Стройка в первом микрорайоне. Провальный проект или успешный объект города. Веселые! Да! Милые! Да! Послушные! Да! Точливые! Да! Учись, играя в Доме детского творчества прошли занятия по социальной адаптации. Сдержать любой ценой. Дмитрий Медведев пообещал вести заградительные пошлины для нефтяников. Сделают это до конца недели, если правительство не сможет договориться с компаниями по поводу стабилизации цен на бензин. Премьер-министр дал поручение коллегам разработать идею, которая позволит контролировать ситуацию на рынке. Как говорил Георгий Жуков, армия – это инструмент войны. Она существует для борьбы с врагами Родины. И прежде всего, она должна быть подготовлена тактически. В противном случае, она будет доучиваться в ходе сражений, неся при этом ненужные потери. Именно поэтому в любой стране существует воинская обязанность. Каждый настоящий мужчина должен узнать, почем путь соли и что же такое жизнь в армии. Должен научиться защищать свою страну. Как обстоят сейчас дела с призывом в нашем городе, узнаете из следующего сюжета. 1 октября по всей стране началась осенняя призывная кампания. В Десногорске она проходит без каких-либо проблем и нарушений. Наш город по плану должен отправить на службу 10 человек, и он будет выполнен в полном объеме. На медицинские и призывные комиссии подлежат вызову 89 человек. Вынесены решения по 53 из них. 12 новобранцев, призванные на военную службу, четверо уже отправились в ряды вооруженных сил. Призывная комиссия старается учитывать пожелания срочников о месте прохождения службы и о роде войск. Как правило, это военно-морской флот, ракетные или космические войска, президентский, преображенский и семеновский полки. Но, к сожалению, не всегда это получается. Очень много желающих военно-морской флот. У нас очень много ребят служило в городе Калининграде. Спецназ ГРУ, город Солнечногорск, Московская область. Воздушно-десантные войска. К сожалению, на данный момент они все соответствуют требованиям по состоянию здоровья. Также десногорские ребята с удовольствием идут и на службу по контракту. Сделать это можно как послесрочной службы, так и вместо нее. Если у призывника есть высшее или среднее профессиональное образование, то он имеет право выбрать контракт. Единственное, что отслужить придется два года вместо одного. Конечно, не обходится и без освобождений, и отсрочек по состоянию здоровья. Таких в этом году 16 ребят. Двое получили отсрочку, и 14 полностью освобождены от призыва. Еще 25 получили отсрочку для получения высшего образования. Также ежегодно в военкомате города проводится отбор кандидатов для поступления в военные образовательной организации. В этом году стать офицерами изъявили желание 5 человек. У нас есть определенный перечень высших образовательных военных организаций. Ребята приходят, ознакомливаются с перечнем и определяются, выбирают интересующий вуз, специальность. Помимо этого проводится отбор на обучение по военно-учетным специальностям в Росвольдской автошколе ДСААФ. Получить категорию С в этом году захотели 5 десногорцев. Всю интересующую информацию можно получить в Десногорском военном комиссариате в кабинете номер 5. 30 октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил смолянку Наталью Соловьеву. Она призер европейских игр, полицейских и пожарных. Игры прошли в сентябре в испанском городе Альхисерасе. Наталья Соловьева завоевала 6 золотых и одну серебряную медаль в легкой атлетике. Дистанцию в 5 километров Наталья преодолела за 18 минут. 30 октября жители Рославля получили возможность пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. На площади возле Дома культуры организовали мобильную лабораторию. Здесь любой мог не только узнать свой ВИЧ-статус, но и получить консультацию специалиста. Подробности в сюжете Виталия Волкова. Федеральная акция «Тест на ВИЧ-экспедиция» стартовала в нашем регионе 28 октября. За четыре дня автобус активистов объехал несколько городов. В Рославле буквально за 10 минут работы у мобильного пункта выстроилась целая очередь. Большинство желающих узнать свой ВИЧ-статус – старшеклассники и студенты. Новый метод тестирования простой и безопасный, он не требует забора крови, анализ проводится путем сбора около десневой жидкости. 15-20 минут и результат готов. Если тест оказался положительным, специалисты предложат пациенту пройти дополнительное обследование в Центре инфекционных заболеваний. По статистике, 30% от общего числа инфицированных в нашей стране даже не догадываются о том, что у них есть этот недуг. Определение статуса на ранних стадиях позволяет вовремя начать борьбу с инфекцией, обезопасить себя и своих близких. ВИЧ-инфекция – это всем известно довольно-таки распространенное заболевание, с которым нужно бороться и вооружать людей знаниями, учить, давать им информацию, чтобы они могли бороться и победить это заболевание. Волонтеры провели для молодых людей лекции, конкурсы и викторины по проблеме ВИЧ-инфицирования. Активисты рассказали о методах лечения и профилактике, ответили на интересующие молодежь вопросы. Благодаря этому юное поколение смогло узнать больше о заболевании и проверить свои знания. В поддержку акции выступили и местные творческие объединения. На площади звучали песни о жизни и важности ее сохранения. Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Из Смоленска в Шанхай. Трасса, которая свяжет Западную Европу и Китай, будет проходить по Смоленской области. По планам, это будет дорога с максимально разрешенной скоростью до 130 км в час. О проекте рассказал губернатор Алексей Островский в ходе встречи с представителями бизнес-кругов Нидерландов. Глава региона также подчеркнул, что Смоленщина имеет конкурентное преимущество и привлекает инвесторов. В августе этого года многие жители заметили, как в первом микрорайоне внезапно вырубили деревья, а территорию оградили забором. Появилась информация, что на этом месте отстроят торгово-развлекательный центр «Галактика», такой же, как и в Смоленске. Вслед за радостью вскоре пришли опасения, не станет ли новый объект очередным долгостроем. Площадь застройки составит более 5000 квадратных метров. Торговый центр сможет предоставить десногорцам 150 новых рабочих мест. Это и продавцы, и технический персонал. Одна из сетей магазинов электронной техники уже заинтересовалась объектом и планирует разместить здесь свою торговую точку. Но магазины не единственное, что будет в «Галактике». 30 октября в администрации города обсуждали проект крупного торгового центра. По плану застройщика, как и в Смоленске, здесь организуют вместительную парковку и развлекательные комплексы для детей и взрослых. Это какие-то элементы скалолазания, канатные дороги для детей. Я думаю, что будет там и детский городок на территории. Идут переговоры с кинотеатрами. На совещании обсудили и проблемы, и недочёты проекта. Например, сейчас нет никакого прохода к будущему торговому центру. Поэтому решили проложить удобный подход для пешеходов к самому комплексу. Работы ведутся строго по плану. Никаких задержек не предвидится. По словам Романа Пирожникова, к месту строительства уже подвели коммуникации. В ноябре начнут заливать фундамент. Застройщик обещает закончить строительство в следующем году и ввести здание в эксплуатацию. Станет ли оно местом притяжения десногорцев покажет только время. Студенческие команды приглашают принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры в вузах. Акция приурочена к Международному дню вторичной переработки. Студентам предлагают организовать приём макулатуры в своих учебных заведениях с 12 по 18 ноября. Все организаторы получат дипломы участников всероссийского проекта. А три команды, которые сдадут в переработку наибольшее количество макулатуры, получат полезные подарки. Развитие творческих способностей детей позволяет им не только подготовиться к школе, но и осознать себя как личность. В этом малышам стараются помочь педагоги Дома детского творчества. Что именно они делают для своих воспитанников, смотрите в нашем сюжете. 30 октября в актовом зале прошла увлекательная игровая программа. Малышей учили работать в команде не только друг с другом, но и с ребятами постарше, а также со взрослыми. Такие занятия нужны для того, чтобы в дальнейшем избежать проблемы общения со сверстниками. В школе раннего творческого развития ребёнка учат быть дружелюбным и находить общий язык с другими детьми. Волонтёры педагоги Дома детского творчества регулярно устраивают для малышей активные игры. На занятии ребята изображали танцы разных животных, водили дружные хороводы, нога хлопали в ладоши и топали ножками. Все игры направлены на сплочение ребят. Несмотря на то, что им пришлось соревноваться друг с другом, разбившись на группы, победила всё-таки дружба. А поддерживать хорошее настроение всем помогали девчонки из коллектива «Веснянка» Алены Сергуновой. Малыши остались в полном восторге от мероприятия. У каждого остались свои, особенные воспоминания. Мне больше всего запомнилась игра с временами года. Для любого родителя очень важно развитие его ребёнка. Но в этом вопросе главное не переусердствовать. В первую очередь, это маленькая личность, которой просто необходимо время на отдых. Помимо детского сада и кружков, малыш нуждается и в общении с мамой и папой. 11-летняя Алина Чепелева из Смоленской области стала победителем конкурса детского рисунка «Разноцветные капли». В нём приняло участие рекордное число детей – более 10 тысяч. Конкурс был организован Министерством природы при поддержке движения «Эко». Его цель – донести массой идею о бережном отношении к воде. Алина Чепелева выиграла в номинации «Великие реки России». Девочка – отличница, занимается танцами. Она рисует свободное от учёбы время и всегда активно участвует в школьных выставках. А теперь коротко о погоде. 2 ноября в Десногорске будет пасмурно. Днём плюс 10, ночью плюс 9. На сегодня это все новости. Всё самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте disnativefistv.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!